Меня зовут Андрей Пищулин. Я из компании Performance Lab. Я занимаюсь нагрузочным тестированием. Основной мой инструмент это G-Meter. По нему у меня основные компетенции. В основном у меня опыт в тестировании сайтов, порталов и бизнес процессов, которые за ними стоят. Сегодня я расскажу вам про инструменты мониторинга. Чтобы вы понимали, как у нас происходит тестирование, я расскажу про архитектуру, какая она была до и потом, когда мы модифицировали, как она выглядела после, какие мы использовали инструменты, собственно, куда мы их использовали, ну и почему их. Начнем с простого. Игорь Евгеньевич Корнелюк в 1990 году он выпустил свой альбом «Подожди» назывался. Зачем он здесь? Игорь Евгеньевич здесь вот смотрит как заказчик, который ждет результатов нашего тестирования, отчет. Он смотрит вдаль и нахмурил брови, а мы ему говорим «Подожди, дожди, дожди». И чтобы этого эффекта не было, эффекта Игоря Евгеньевича или эффекта Корнелюка, я вам расскажу, что мы сделали. Итак, наша архитектура до. Смотрите, значит, у нас есть нагрузочные станции, на которых установлен G-метр. Это было раньше. Мы подавали с него нагрузку на тестируемую систему, потом собирали логи и передавали заказчику. Вот слабое место – это вот там мужчина с графиками. Он очень долго это все делал, потому что нужно собрать логи, получить, что там долго происходит, и Корнелюк, он приходит, и когда же вы уже это все сделаете? Вот. Но мы сделали следующее. Мы вот такую кашу сделали. Мы добавили базу данных, вот там она называется nfluxDB, и мы добавили графана. В базу собираются все данные, графана все это визуализируют. И у нас добавилось две очень важные стрелочки. Во-первых, вот это вот. И заказчик теперь видит сразу же все графики, которые происходят во время теста. И вот вторая черненькая, ну мы ее еще не пробовали, но теоретически тестируемая система тоже может в базу данных отправлять данные. Также мы научились мониторить нагрузочные станции и отправлять в базу, и мониторить еще виртуальную машину. Как мы к этому пришли? В версии 2.9 G-метра появился такой элемент, называется backend listener. У него большая очень такая функция работать с результатами тестов G-метра. И там появилась такая, и там была сразу из коробки имплементация, когда эти данные могли отправляться в графит. Мы, потирая руки, сразу же решили, ну все, мы сейчас ставим графит, у нас будет все круто, но, опа, графит нам сказал, что запуск на Windows он невозможен. Это нас очень сильно расстроило, и мы полезли в справку G-метра, там оказался ответ, если не графит, там написано, то используйте Influx вместе с графаной. И мы воспользовались Influx. Я расскажу вам, собственно, про базу данных и про ее основные крутые штуки, которые, ну прямо, мы используем, и которые вот в сторону нее у нас была основная. Значит, смотрите, это база данных для работы, для хранения временных рядов. То есть это данные, которые привязаны ко времени. Это ограничение данных, оно привело к тому, что дизайн, в общем, разработка самой базы данных, она вот убрана все лишнее и присутствует функциональная простота, но при этом как бы функций все равно очень много. Интересный факт, вот никому не напоминает ничего вот этого значка. Это значок InfluxDB, может кто-то, ничего нет. В общем, я смотрел лекцию разработчика Influx, и он тоже спрашивал, тоже никто не ответил, но это потоковый накопитель из фильма «Назад будущее». Вот такой маленький нюанс, но это очень круто мне показалось. Итак, смотрите, красота внутри Influx. Все очень просто. Сущность базы данных, внутри нее таблицы. Таблица называется measurement, то есть измерение. Мы туда складываем измерение. В каждой таблице три вида полей. Первое – это время. Каждая запись в InfluxDB, она всегда привязана ко времени. Всегда. Даже если вы не указали время, присваивается время отправки, вернее получения в базу, собственно. Далее, вот тут пример, лого G-метра. У нас отправляются какие-то запросы, у них есть имена, они отправляются с некого хоста, и у нее есть успешность, и для них считаются агрегированные среднее время, перцентиль и максимум минимум. Вот. В таблице три вида столбцов. Значит, время. Филд – это неиндексируемые столбцы. Вот по аналогии с блогами, я бы так назвал. Каждая запись – это запись в блоге. У нее есть время создания записи в блоге, у нее есть филд – это, собственно, содержание записи в блоге. И есть теги. Теги – это индексируемые столбцы. И там вы, соответственно, указываете, типа, вот эта запись, она вот. Это был запрос GetPage с хоста тест-1. Для чего это сделано? Теги, так как индексируемые столбцы, по ним происходит очень быстрый поиск и агрегация. То есть мне надо, например, мне нужен запрос GetPage, который был успешен с хоста тест-1. Бам! У меня все данные пришли ко мне. Далее, поехали. Быстрая установка. Ну, вот это просто киллер-фичи, я не знаю. InfluxDB разработан на Go. И, собственно, база сама – это файлик. На Windows это файлик, в Linux это файлик. И все, что нам надо – этот файлик скопировать в фавку и запустить. Все. У нас она работает. Вот как раз эта проблема, когда графит надо было. А там еще, я помню, открываешь help графит, чтобы установить, нужно мы потом конфиг, и это очень долго. Здесь мы просто запускаем, генерируем конфиг, в нем все быстро прописываем, она запускается. То есть это можно локально быстро. То есть порог вхождения для установки очень быстрый. Соответственно, мы можем, например, создавать какие-то свои сборки, и туда очень быстро мы добавляем Influx, он разворачивается, запускается, очень удобно. Простая отправка и получение данных. Это про что? Значит, во-первых, из коробки Influx есть веб-интерфейс для администрирования, добавление, удаление таблиц, правила, авторизация, вся вот эта ерунда. Там все это сразу есть. Вы можете просто зайти на порт, и все, что вам надо сделать. Следующее. Чтение и запись через HTTP. Есть API. Через него вы можете отсылать запросы на получение данных и отправлять туда данные. Что нам это дает? Сейчас все отправляет запросы. То есть мы можем отправить запросы с браузера, можем байтник курлом отправить, я не знаю, Ардуино может отправить запрос. То есть где бы вы ни были, отовсюду можно отправить запросы, соответственно, данные отправить в InfluxDB. Это позволяет нам делать всякие адаптеры, переходники, делать какие-то свои скрипты. И, короче, всегда у нас есть возможность как-то задокументировать данные. Ну и, собственно, даже из этого следует, что поддержка множества источников данных. То есть практически откуда угодно вы можете данные собирать в Influx. То есть есть библиотеки для всех популярных языков программирования, есть коллег-д для сбора информации на Linux, есть протокол Carbon, по которому, кстати, G-метр отсылает. И можно вместо графита подставить тоже InfluxDB и собирать данные. Ну, как бы, это круто. Итого по InfluxDB. Простая установка, в нем есть SQL-подобный язык, тоже довольно простой, там все лишнее выкинуто. Есть функции для работы с временными рядами. Что еще у нас? Автоматическая удаление границей данных. Ну и, конечно, низкий порог входа. Вам не надо, я не знаю, какие-то дикие лекции устраивать для каких-то новичков, что вот как же там у нас устроена база данных изнутри. Ну, вот они все таблицы. Здесь такие данные, здесь такие. Это называется, это хост. Ну, как бы, в общем, все просто. Графана. Данные в Influx, они у нас в виде таблицы. Это текст. Мы еще, как бы, никак в матрице можем по тексту на картинках понимать, что происходит. И нам надо как-то эти данные визуализировать. И мы используем графану. Что такое графана? Это HTTP сервер. Когда мы заходим на него, фактически графана загружает пользователя в браузер Java Script приложение, и данные все рисуются в браузере у клиента. То есть рисует не сервер. Сервер в основном занимается проксированием запросов в базе данных. Ну, там авторизация какая-то, хранение конфигурации и так далее. Все, вот основная красота, она вся в браузере у клиента. Графана, значит, у нее есть плагины. Вы можете, например, добавлять или взять из репозитория поддержку новых баз данных. Там у него есть уже из коробки графит. Графит инфлакс дб. Из Амазона можно метрики собирать. И что-то еще. И очень много плагинов. Люди пишут под свои задачи плагины, адаптеры для получения данных из других баз данных. Что еще? Графана, графана, графана. Вот. И выглядит вот она, собственно, так. Идея-то, в общем-то, классическая. У вас есть дэшборд, ну, типа информационная панель. Вы ее компонуете. Туда добавляете графики, таблицы. Элементы новые тоже можно, в принципе, создавать с помощью плагинов. Тоже в плагинах есть, например, диаграммы какие-то, тепловые карты и так далее. И, соответственно, вы его компонуете, делаете свой дэшборд, сохраняете и смотрите, собственно. У графана есть такая клевая штука, называется снапшоты. То есть дэшборд онлайн, вы можете наблюдать только когда у вас база, она под коннекшен. Если ее нету, то все данные пропадут. Это большая грусть. И чтобы этого не было, вы можете сделать снапшот. То есть мы делаем снимок, и данные все сохраняются на сервере графана. Вы потом можете вернуться к нему и за этот промежуток времени посмотреть. Там вся эта интерактивность, всплывающие штуки. Там все очень удобно. Плюс у меня была идея, я еще ни разу не пользовался, но вообще идея следующая. Там есть такой элемент, куда можно писать текст. По идее, это отчет по нагрузченному тестированию. То есть вот за это время мы подали нагрузку, и там все, видите, в конце бабах, и там красное время подскочило. В выводах вы пишете, что это было тогда-то, тогда-то, меня зовут так-то, виноваты разработчики. Счастье, счастье, все танцуют. Дальше, следующая штука. Так как все рисуется у пользователя, данные можно получать в двух режимах. Во-первых, это прокси, когда данные проходят через графану. То есть если у сервера графан, например, есть доступ в флаг с DB, то данные прыгают и все рисуется у клиента в браузере. И напрямую, например, у графана, у сервера нет доступа в базу данных. Тогда браузер просто напрямую запрашивает данные у базы, получает и их рисует. Все очень просто. У InfluxDB как раз ответ приходит в JSON, соответственно, JavaScript легко обрабатывается и все это рисуется. Это удобно, когда, например, у вас там проблемы какие-то с доступами. Например, у вас на машине есть OpenVPN доступ до базы данных, но графана у вас может быть какая-то локальная, вообще запущенная, и вы просто данные забираете, и никто не видит. То есть на разных уровнях можно организовывать доступ. Итого по графану. Установка у графана, в общем-то, тоже простая. Это архив совсем нутром. Копируете, запускаете файл, графана поднимается, вы по трехтысячному порту заходите и удивляетесь. Внутри графаны рисование графиков очень удобно устроено. Там много разных функций. Но это лучше смотреть, конечно, самим. Есть конструктор запросов. В InfluxDB там SQL подобный язык. И в графане есть конструктор, когда вы там select, выпадающие менюшки. В общем, вы мышкой практически можете настроить, какие данные должен рисовать график, например. Есть плагины в графане для баз данных и для этого внешнего вида. Интеграция с разными базами данных и снапшоты. Это такие вещи. Итого, что же у нас получилось? У нас было так. Тестировщик забирал данные, только он, вернее, мог забрать данные с G-метра. Он их обрабатывал, там мучился и потом предоставлял заказчику. Теперь же, что мы имеем? У нас есть база данных, единая точка входа для данных по тестированию. Значит, во-первых, это данные во время тестирования с G-метра, которые может видеть заказчик, вы, разработчик, кто угодно. Второе, вы можете заливать данные после теста, уже когда, например, логи вам прислал заказчик с тестируемой системы. Ну и вообще, чего вы там можете заливать, но это база данных. И вы визуализируете, и у вас получается единое место, где вы сразу все видите. Вы можете это по-разному компоновать и понимать, собственно, в зависимости от вашей подаваемой нагрузки, что произошло. Ну, в общем, смотреть все корреляции. Вы можете составлять краткие отчеты. Кстати, про графану я забыл. У графана есть такая интересная штука RainTank.io. Вы можете снапшоты эти заливать в облако. Вот, в облако и, например, расшаривать заказчику. Вот, то есть какие-то выводы уже написать, сделать напшот, отправить. А он сразу посмотрит и будет очень рад. И еще один такой важный момент, который как бы изначально не был задуман, но он получился. Во время тестирования, получается, заказчик видит ход тестирования. И разработчик заказчика тоже видит ход тестирования. Соответственно, они могут задавать вам вопросы. А ошибки в нагрузченных скриптах, ну, они бывают очень часто. Вам разработчик может задать вопрос, а почему здесь так? А что-то здесь как-то вот мало получилось, такого не может быть. И тем самым повышается качество тестирования. То есть ваша нагрузка будет более качественна. А заказчик будет понимать, что происходит. Разработчики будут понимать, что происходит. И тем самым вы как бы вот вместе вот этот танец, улучшение качества, вы вместе делаете. А и на этом все. Спасибо. Вопросы? Добрый день, спасибо за доклад. Вопрос такой, приходилось ли вам упираться в ресурсы не непосредственно системы, которые вы тестируете, то есть не в код, не во что-то такое, а именно в настройку сервера, на котором она находится. Какие были случаи, как вы их преодолевали? Да, конечно. Как раз внедрение Grafana позволило делать такой мониторинг. Раньше, например, запуск G-метра, ну, G-метр запускается в Ява-машине, и, например, во время, ну, то есть, например, раньше мы делали, перед тем, как проводить тесты, мы делали еще тесты тестов, получается, и смотрели, что же происходит в Ява-машине, как утекает память, как используется процессор, и как бы это приходилось делать до, например. Сейчас, во время тестирования, тестируются аппаратные метрики сервера, на котором запущен G-метр. И еще можно мониторить Яву, но это мы не так часто делали, но вообще это можно. Соответственно, вы во время теста можете сразу увидеть, ага, CPU ушел в 100%, и время ответа тоже у вас в G-метре вдруг показывает, что увеличилось. Ну, значит, это у вас проблема, а не на тестируемой системе. Вот такое было, да? Ну, как мы это решали? Ну, по-разному. То есть, ну, сейчас это не в рамках, но вообще надо оптимизировать, ну, убирать запросы, чтобы не утекала память смотреть, оптимизировать все это. Вот это мы делали. Спасибо за доклад. Скажите, я так понял, вы в реал-тайме шлете метрики из бэкэнд-лиссенера. Да. Вопрос, у меня два вопроса. Первый, влияет ли использование бэкэнд-лиссенера на производительность самого лот-генератора, на машины, с которой мы шлем, и насколько, как бы, и влияет ли оно на результаты тестов? Влияет, но мы не замеряли. Там он очень хитро сделан. Там отдельно выделяется поток, в который передаются данные, и там это все обрабатывается, отсылается. Плюс G-метр отсылает данные не прямо после каждого запроса, он делает агрегацию. Каждые пять секунд он собирает данные, потом агрегирует их, и, соответственно, например, интенсивность запросов от одного G-метра, ну, вот она один раз в пять секунд. То есть, это не сильно влияет, например, на сетевую загруженность. В плане влияния на производительность, ну, вот я так вот точно не могу сказать, но вот по опыту, ну, не сильно прямо она влияет, ну, не падает производительность этой нагрузочной станции. Потому что я говорю, а там, получается, отдельно выделяется поток, который никак не влияет на другие потоки, вот эти рабочие. Отдельный поток, он собирает данные и вот шлет по мере своей возможности. Вот. Спасибо. И второй вопрос. Делали ли вы интеграцию с системой мониторинг, ну, Zabbix, New Relic, там, Dynatrace или что-то такое, с InfluxDB не слали ли вы оттуда данные, чтобы на одном дэшборде видеть сразу загрузку? Нет, у нас такого, у нас очень важным был моментом, что у нас был Windows. Вот, соответственно, нам разворачивать какие-то системы крупные. Нам была очень важна вот эта вот именно мобильность. Ну, то есть, Grafana это папка с файлами, Influx, Influx тоже папка с файлами, чтобы мы могли быстро развернуть, запустить, и это все заработало. Вообще, в принципе, у вас в Grafana можно увидеть загрузку CPU? Там, ну, сервер, да? Да-да-да-да, это все нет. Собираются данные, конечно, с каждой машины собирается CPU, память, нагрузка системы. Чем вы шлете, если не секрет? А, чем мы шлем, это хороший вопрос. InfluxDB, сейчас, как же у них компания называется? InfluxData, по-моему, называется. Они вместе с... У них там вообще, они разрабатывают много инструментов для того, чтобы тоже делать систему мониторинга большую. То есть, там, база визуализации, сборы метрик и что-то там еще для анализа, по-моему. И вот у них есть такая штука, называется Telegraph, она тоже на Windows работает, тоже один файлик запускаем, и мы настраиваем просто там, что вот надо... Там, по-моему, метрики, типа, как у Perfmono, тоже мы указываем, что нам надо CPU, там, вот это, вот это, и отсылать вот в эту базу. И вот этот Telegraph, он запущен, получается, на каждой станции, и отправляет метрики вот, собственно, в базу. В тестовой системе на всех инстанциях поставил этот Telegraph, да? Да, да, да. Он там с малой интенсивностью отсылает, но это нам очень сильно помогает. То есть, мы можем свои косяки, ну, то есть, сразу видеть, что что-то идет не так на нашей стороне. Спасибо. У нас именно еще один маленький вопрос. Александр, Сморберсофлера. Скажите, пожалуйста, во-первых, а почему все-таки Windows, что это такое за требование было, откуда оно взялось, а во-вторых, хоть раз, вот эта реал-тайм статистика, это было, хоть раз было, что это было требование заказчика, или от заказчика вы хотя бы получили фидбэк, что, о, круто, что оно еще и реал-тайм. Про фидбэк, точно. Я забыл рассказать историю хорошую. А первый вопрос я еще забыл. А, про Windows, да. Про Windows сложился исторически, на самом деле. Эти станции должны были использоваться совместно с лодранером. Вот. То есть, там должен быть и лодранер был, и мы тогда на G-метрах. Ну, в общем, как получится, мы должны были использовать. Поэтому там, собственно, остался Windows, и мы уже привыкли, и у нас уже там все настроено, и там всякие доступы, ну, как бы нам так уже удобнее и веселее. А про истории, да. У меня сейчас все время просят ее. Ну, то есть, вот мы сейчас тестируем, и как бы раньше, нет, один раз я им показал, и они такие, ну, что, сегодня мы будем смотреть или нет? И я такой, о, блин, и надо настраивать, и я им отсылаю. Ну, и по поводу фидбэка. Сейчас я вспомню, как же это было. Мы тестировали систему, они вводили какую-то фичу, что-то какая-то мультипроцессорность, они какую-то галку, в общем, поставили. И вот, значит, мы тестируем, делаем первый тест без этой галочки, что-то там, какие-то раз, что-то где-то упало, делаем вторую. Произдительность раза в три, наверное, повысилась. А в чатике, в скайпе был вместе с разработчиками, ну, типа, типа, куратора, то есть он даже не менеджер, а прямо вот какой-то бигбосс. И он потом матом выводим в прот, все, это все, это нам, даже разработчик сказал, ну, может, мы все-таки потестируем, пожалуйста. Он такой, нет, 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 все, все, в три раза увеличилось, вы чего? Вот, как бы. И вот ради таких моментов, на самом деле, стоит такие штуки добавлять, ну, потому что, просто вот, мы все вместе, и идут комментарии, ну, как бы, это очень удобно. И, ну, есть обратная связь, вот, прямо в процессе. То есть нет такого, что ты прислал отчет, и потом он что-то, а, ну, да, ладно. И как бы, а тут, прямо вот онлайн, когда эмоции уже есть, ну, то есть очень круто. Андрей, спасибо большое за доклад. Я видела, что там еще остались вопросы. Ловите Андрея, кулара. Ловите меня, конечно. Много кофебрейки. Это уже возможность. Спасибо. 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 Спасибо.